Что нужно делать, известно точно. В два с половиной раза мощнее станет ТЭЦ в Уссуле-Сибирском. На объекте появится сразу два новых блока. Их возведут к 2028 году. За счет этого объект станет вырабатывать на 460 мегаватт электроэнергии больше. Где именно в стране проводить такие глобальные изменения и какая должна быть мощность у энергообъектов, определяется на специальном правительственном конкурсе. Ей заявка о компании «Н-Плюс» на строительство новых объектов на Уссульской ТЭЦ была отобрана среди заявок других инвесторов. Это и ряд других стратегически важных направлений топ-менеджера холдинга обсудили на управленческой конференции в Иркутске. Особое внимание программам по выработке дополнительной электроэнергии, ведь от этого зависит развитие экономики при Байкале. Сейчас в регионе уже идут масштабные обновления на ТЭЦ и гидроэлектростанциях. Первый этап модернизации уже завершен на Иркутской ГЭС, и станция стала мощнее на 27%. Замену оборудования проводят и на Братской ГЭС. Все эти программы направлены исключительно на то, чтобы, во-первых, модернизировать существующие мощности, во-вторых, получить дополнительные мощности в регионах присутствия. То есть это доля рынка, это дополнительные, соответственно, и трудовые места покрытия увеличенного спроса. На сегодняшний день мы все знаем, что Иркутская область – это дефицитный регион с точки зрения энергопотребления. И вот строительство новых блоков позволит нам, соответственно, не весь, безусловно, не весь дефицит, но часть дефицита покрытия. О важности модернизации энергообъектов для развития региона в Сибири постоянно говорит основатель энергохолдинга Олег Дерипаска. Он же предложил делать ставку на молодежь при подготовке высококвалифицированных кадров для обновленных и действующих предприятий. Для этого в регионе запущен целый ряд образовательных проектов. В школах появляются современные центры развития цифровых компетенций – мультилабы. Для ребят проводят школу энергетики, фестиваль робототехники. А в среднеспециальных и высших образовательных учреждениях уже идет целевая работа с будущими специалистами. В вузах мы реализуем очень узконаправленные прикладные программы дополнительного образования, такие как Академия IT, такие как Академия бизнеса. И в этом году мы запускаем еще два направления – это Академия экономиста и Академия проектировщика. Поэтому наш путь – это узкие прикладные программы для студентов.